Но серьезно, если говорить, на самом деле американцы всегда говорят о том, что они не понимают русских, вот это наша загадочная русская душа, для них действительно загадочно, потому что мы другие, мы не такие прагматики, как они, мы не индивидуалисты, мы люди, которые живут эмоциями, чувствами, иногда самопожертвованием. Вот это, наверное, самый основной такой элемент в нашей культуре, который они не могут понять. Я очень часто слышала разговоры о том, от американцев, что зачем, например, в бою бросаться на амбразуру или спасать товарищей, это же не приведет к исходу войны, то есть это же не победа в целом. Зачем жертвовать собой? То есть обычный человек должен думать о себе, как истинный индивидуалист, он должен думать, как спасти себя. И вот они считают это излишним самопожертвованием, когда человек собой может заслонить детей, например. Вот здесь очень много таких морально-этических моментов, и, конечно, они считают, что вот у нас есть вот это вот, мы любим страдать, мы любим жить в какой-то серости. А вот у них все оптимистично, они видят светлое будущее во всем, они очень редко критикуют даже что-то, они надеются на себя. С одной стороны, это хорошо, надеяться на себя и не винить других в своих грехах, но у нас вот такое самокопание, да, мы тоже ищем виноватых вокруг, вот это такая, у нас душа многогранная, я считаю, что, а у них она более такая прямолинейная, вот в этом разнице. И они действительно не очень нас понимают в этом плане, они считают, что нужно все делать рационально, а у нас иногда нет этого рациональности. У нас и рационально. Мы и рационально очень много у нас, и мы долго ждем, когда что-то произойдет, а потом начинает действовать, такая спонтанная у нас реакция, а у них все системно. Вот они готовятся, вот они знают наперед, что произойдет, они наоборот теряются, если что-то пошло не так. А у нас у русских появляется, наоборот, мы очень смекались. У нас импровизация. И найти, да, найти выход из положения, но они считают, что мы вот в результате нашей вот этой философской какой-то системы, да, много раздумий, много копания и понимания себя, вот теряем вот это драгоценное время. И не выстраиваем все в такую очень правильную и прямолинейную систему. Это, знаете, как мой папа говорил, только в русском языке и слово смекалка. Да, это правильно. Да, поэтому от этого и действуем. Это может быть хитрость где-то в других языках, но это немножко не то. Не то, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.